Бейхолдер 2 Бейхолдер 2 Бейхолдер 3 Бейхолдер 2 Бейхолдер 3 Бейхолдер 3 Ладно, ребят, давайте меньше слов, больше дела, просто посмотрим эту игрушечку, оценим. Я не знаю, насколько большая здесь бетка будет, но надеюсь, что не сильно большая, потому что не хотелось бы сейчас себе портить ощущения перед, собственно говоря, основным релизом. Так, Министерство дисклеймеров сообщает. Beholder 2 бета — это небольшая часть сюжета и немножечко багов, к появлению которых следует относиться с пониманием. Ну, само собой. Министерство ЗБТ собирает статистику по игре. Нет, это не персональные данные, это игровые данные, которые могут улучшить игру. Хорошо. Министерство стримов разрешает снимать любые видеоматериалы, вкладывать их на любые каналы. Главное указать, что это бета-версия. Указываю еще раз, это бета-версия. Как бы все. По кнопке Escape вы перейдете в игровое меню, где есть опция «Написать рапорт» Министерства разработки. А, то есть, если что, будем доносить, так сказать. Ну, это мы умеем лучше всех. Так, ну давайте начнем. Перевоз Министерства одобрен. Приступить к работе сразу после приезда в Хельмер. Какой-то доктор или Джейми, Джонни, Донни, Каннингем. Твой отец мертв. Подробности при встрече. Опа. Здрасте, приехали. Честно говоря, мне сейчас, знаете, будет немножко стыдно, потому что я не успел посмотреть, за кого мы играем. Возможно, за сына главного героя приду, счастье. А, возможно, за кого-то другого. Неизвестно, ребят. Ну, будем разбираться. Так, ладно. Город Хельмер. Давайте походим по этому Хельмеру. А вот это, я так понимаю, я и... Ну, то есть, как бы, я могу ходить на стрелочке. Я могу, ребята, ходить на стрелочке. Это, в принципе, все. Это уже меня ставит в ступор. Причем в огромный... Блин, картинка максимально сексуальная. У меня даже слов нет. Она настолько прекрасна, что... Этот город позади, с одним фоном, это... Ходить в Бихолдере? Ладно, все, держим эмоции, просто смотрим. Так, что у нас здесь? Мне нужно идти на работу. Домой еще рано. Эван Рейдгрейв. Слушайте, фамилия, конечно, у нас прям мощная. Рейдгрейв. Ладно. Так, тогда пойдем в другую сторону, это же очевидно. Я вижу, что у нас есть так же время, есть деньги, есть очки, так сказать, как они назывались-то. Ёлки-палки. Авторитета, вот. Так, а это кто такой? Джордж Хемниц. Привет, видимо, тебя я и жду. Меня зовут Джордж Хемниц. Добрый день, я Эван. Должно быть, ты важная персона, Эван. Я прав? Честно говоря, я этого пока не знаю, но... А с чего ты взял? Я работаю в министерстве уже 8 лет, 4 месяца и 12 дней. Все, до секундочки посчитал. За это время я обработал 1834 с обращением от граждан, выпил 3629 чашек кофе и был свидетелем 2884 случаев гражданского непоминовения. Ни хрена себе у тебя просто память. А теперь спроси, сколько раз меня отправили встречать новичка на входе в его первый рабочий день. Хм. А ты неплохой Шерлок, слушай. И сколько же? Ноль, Эван. Ни разу. За 3052 рабочих дня. Отсюда я делаю вывод, что ты важная птица. Я прав? Слушайте, я не знаю. Это может немножко, так сказать, попортить мои отношения с рабочими, если они узнают, что я важная шишка. Причем я не знаю, важна ли я шишка. Как бы вот это самое, так сказать, что меня выводит из себя. Ты прав, я большая шишка в министерстве. Очень большая шишка. Моя фамилия Рейдрейф. Слышал такую? Рейдрейф? В смысле? Тот самый Рейдрейф? О боже, ведь твой отец. В смысле? В смысле? Так, подождите. Джордж Хемниц. Можно про моего отца чуть-чуть поподробнее? Совсем капельку. Я просто немножечко, так сказать, потерял из виду нить, вот эту суть. Примем мои соболезнования. Наверное, тебе очень тяжело сейчас. А ведь я виделся с ним за 58 часов и 23 минуты до его кончины. Ага. Мы с ним никогда не были особо близки. Если быть честным, мы не общались уже лет 10. Я даже не знал, что он тут работал, пока вчера мне не сказали. Он не просто тут работал. Твой отец был одним из самых уважаемых людей в министерстве. Руководил на самом верху. Ёб твою мать. Так, ну теперь мы знаем, почему нас здесь так ценят. Но давайте расставим приоритеты. Наш отец был наверху. Мы с ним не общались 10 лет. То есть мы не шишка в министерстве. Я ошибся. Потому что отца уже нету. И у нас власти уже нету. Ладно. И что самое удивительное, он не смотрел на простых сотрудников сверху вниз. Был открытым и честным человеком. Блин. Мне уже нравится мой батя. Что произошло? Полиция уже что-то выяснила? Нам мало что говорят. Так что у меня есть несколько фактов. Остальное это слухи и домыслы недалеких сотрудников. И какие же факты? Блин, капец. Там, конечно, баллы ходят среди полиции. Просто посмотрите. Вот обычный гражданин идет, да? Как бы вот маленькие метроскепочки. Вот это вот просто шкаф. Размах плечей, как не знаю, как у самолета Руслана, который самый огромный, шеститурбинный. 47 часов 23 минуты назад твой отец выпал из окна на самом верхнем этаже министерства. Пролетел 37 этажей, он упал на мостовую и умер мгновенно. Не спрашивайте меня, почему у меня сейчас всплыли такие мысли, но я почему-то, когда услышал о том, что мой отец выпал из окна на самом верхнем этаже министерства, почему-то вспомнил фильм «Я робот» с Уиллом Смитом. И там в самом начале фильма один из главных разработчиков роботов выпал из окна, собственно говоря, своей компании совершенно случайно и разбился насмерть. Как бы вот просто, вот картинка появилась в голове случайно, не знаю почему. Причины происшествия становятся компетентными органами, по крайней мере, нам так говорят. Да, фактов маловато. Возможно, у меня есть для тебя важная информация, касающаяся смерти твоего отца. Но нам лучше поговорить об этом в тихом месте, и после того, как я проведу инструктаж и покажу тебе рабочее место. Как говорится, первым делом дело. Готов к своему первому дню в министерстве? Готов? Веди. О, мы будем работать в министерстве. Слушайте, а это хорошо. Это хорошо, что наш отец был благородным человеком. Видите, обычные сотрудники его почитают. То есть они не будут меня гнобить. Понимаете, если бы он был нехорошим человеком, меня бы сейчас уже все обхаркали. Типа, твой отец меня унижал, я тоже тебя буду унижать. Езжи. Но нам повезло. Блин, тут хочется везде походить. Я не хочу идти в министерстве, я хочу пойти вот на тот мостик, я хочу подняться. Посмотреть, что там в том городе, что в том парке, как живет этот город, что вот эта мадам делать. Можешь с вами поговорить, мадам? Вы такая красивая сегодня. Ладно. Пошли. Просто пошли. Здание министерства права считается одним из самых красивых функциональных строений страны. По сути сам. 37 этажей. 226 метров в высоту. 1272 кабинета и более 325 тысяч посетителей за день. Ёб твою мать. Иногда я пытаюсь посчитать, сколько единиц товаров народного употребления могли бы произвести все эти люди, если бы занимались чем-то моим стоянием в очередях. Но обычно такие цифры у меня в голове не укладываются, и я сдаюсь. Все-таки в твою башку что-то не влазит, да? О, памятник! Памятник вождю, походу, нашему. Ёлки-палки. Обратите внимание, саду и мудрого вождя на площади. Для изготовления было использовано 5500 тонн бетона и 2400 тонн металлических конструкций. Масса всего памятника свыше 8000 тонн. Для его сооружения пришлось отказаться от постройки 8 детских садов и 1 больницы. Мх, как приятно! 8 детских садов и 1 больница. Зато какие ботинки красивые, точечные, какие ноги сильные. Как прям чувствуешь мощь нашего государства. Впечатляет, не правда ли? Очень впечатляет, я тебе скажу честно. Еще в лицо посмотреть его. Блин, там конечно полиции просто, посмотрите, стоят на каждом шагу. Ладно. О, тут разговор про погоду. Ну конечно! Стоишь под дождем и мечтаешь о том, чтобы было солнышко. А потом вспоминаешь, что нахер-то солнышко, можно пойти немножко побухать. Но он говорит, что нет, нет, жена меня даст пиздюлей, поэтому мне как-то побухать. Это нормально. Блин, дамочки тут красивые, слушайте, ходят прям с такой укладочкой. Мне прям нравится. О! А это, походу, ребята, последнее, что от моего осталось, отца, отца осталось. Ну и короче, поняли, белая линия, понятно. Твой отец закончил свой жизненный путь здесь, на холодной и бездушной мостовой. Теперь это любимое место для людей, которые любят посудачить. Можешь послушать, о чем они говорят, хотя вряд ли услышишь что-то полезное или приятное. Тем не менее, привыкай, специфика работы здесь такая. Неважно, какая у тебя сложность, нужно все слушать, везде смотреть и потом кладывать наверх. Ну, это мы умеем. Здесь, ребята, ну тут то же самое, знаете ли, мне кажется, мужики во все времена, во всех местах абсолютно то же. Погода женщины бухло. Ну, то есть, как бы... Блин, отец, конечно, был небольшого роста, я, походу, больше не вырасту, печально. Я просто мечтал быть таким, как эти ребята, ломать всем лица, быть сильным, накачанным, красавцем. Но, ладно, не получилось. О, здесь покушать предлагают. О, говорит, окей. Две шаурмучки, или шаурмичечки, короче, две котлеты с мясом и нормально. Так. То есть, мы можем здесь вольно ходить, то есть, возвращаться к себе домой, ходить по площади, блин, это, конечно, нереально круто. Статуя, это, скорее всего, какой-то лучший работник полиции или что-то типа такого, наверное. О, безопасность в министерстве, это отдельный повод для национальной гордости. Охранник здесь, это твой лучший друг, особенно, если ты умеешь с ним договориться. Ха-ха-ха. Чё-то я в этом сомневаюсь. Начало этого года, благодаря охранному ведомству, было предотвращено уже 985 попыток терактов. Это почти 4 зарегистрированных попытки в день. Вообще, на всякий случай, носи при себе наличность, не порти им статистику. Понимаешь, в чём я? Ха-ха-ха. Это они так предотвращают? А сколько из этих тысячи было реальных, а не безвымогательных, или вымогательных терактов? Можно вопрос? Как бы... Странно всё это. А там прям... А, это... Это не работник года, это больше похоже на вождя нашего, слушайте. Какие-то руки стоят. Металлодетекторы. Там, кстати, охранники немножечко попизжи были. На улице есть какие-то прям уже пузанчики. Мне не кажется, что он меня сможет догнать. У него сердце откажет по пути. С такой-то массой бегать. Так. Ну, давайте пройдём. Я вроде бы при себе ничего не брал, оружие не брал. Арматурина в заднице лежит дома. Скорее всего. Не точно. Может быть, она внутри меня. Ладно. О! Я чист. Я чист. Опа! Опа! Хаси! Хаси его! Смотри, кто-то попался. Новая технология настраняет, что же человечество, новая атака. А потолкнулся, соединяет рамки. Нихера себе! На! На! По почечкам! По почечкам! Скорость передачи данных более 10 кгбит в секунду. Ох, его месть! Это как? Ты чё, подлюка? Любая запчёная вещь будет сразу же обнаружена детектором. На разработку этой технологии было потрачено более 180 миллионов. Правда, всегда есть возможность эту рамку просто обойти, если умаслить безопасников. Ну, понятно, понятно. Ха-ха-ха-ха! Прикиньте, там, не знаю, просто была деньга металлическая в кармашке. Там один руби какой-нибудь. И просто ты получаешь 24 удара по почкам, две сотрясения головы, перелом шеи. Уезжаешь просто, не знаю, в больничку на ближайших лет 8. Ммм, здесь опять бухло. Как я уже говорил, в здании 37 этажей и вдвое больше подземных. По крайней мере, по официальным данным. Ни хрена себе, то есть 74 этажа подземных. Чем выше этаж, чем престижнее работа. Если будешь стараться, то будешь, то может быть, тебе дадут допуск наверх. Но я имею в виду, многие пытаются получить повышение, и конкуренция здесь очень жестокая. На что только не идут люди, чтобы получить место получше. Кто-то подсиживает коллег, кто-то втирается в доверие к начальству. А некоторые сумасшедшие вообще пытаются подняться по карьерности честно. Странные люди, ей-богу. Честным путем тут очень тяжело чего-то добиться. Так уж все устроено. Но думаю, что у человека с твоей фамилией есть отличные шансы продвинуться по службе. А однажды тебя повысят. Ты зайдешь в этот лифт, и остальные будут тебе завидовать. Безусловно. Так. Мы должны помнить о том, зачем мы здесь, и благодаря чему, а точнее, благодаря кому. Время от времени будет неплохо отдать должное человеку, который пожертвовал всем ради блага народа. Помни, мудрый вождь не дремлет и стоит на страже. Все пройдет. И печаль, и радость. Только враг не пройдет нигде. Верю. Верю. Ого. Нихрена себе новая технология. Здесь проходит общий собрание. Чаще всего это довольно обыденные мероприятия, где выносятся поощрения или выговоры отдельным личностям. Бывает, что тут публично осуждаются действия соседних государств. Какой-то умник предлагал отрестить это собрание пятиминутками ненависти. Но, помнится, тут же слопотал за это выговор. И больше уже никто не мог бы ничего говорить, предложить. А еще иногда мы поем гимны. Например, только в этом месте я спел главный гимн страны 426 раз. Ах, дружище, как же у тебя крыша не едет от всех этих цифр просто. Куда-нибудь там влезает твою маленькую коробочку. Калькулятор, походу. Знаете, это как Астерикс и Обеликс. Вот, Обеликс в детстве упал в чан с волшебным изделием. А тот парень, походу, в детстве упал в чан с калькуляторами. Общая площадь первого этажа знания министерства составляет 440 тысяч квадратных метров. Просто дух захватывает, правда? Да, вообще просто я в шоке. Квадратных метров бюрократического рая. 440 тысяч бюрократии, ребята, представляете? Вот, представляете, вы вот где-то вот там вот в жопе на дальнем плане, вот там вот в комнате под номером 1844, берете директиву номер А44, и вам говорят, что это не та директива, нужно взять другую. Бежите вот сюда, берете другую директиву А22, вам говорят, что это не та директива, берете в другую комнату, и вот так вот вы просто херачите, 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 и к концу дня вы просто стираете все ноги по колено. Просто, и потом херачите на коленях. Ах Жуть какая Просто жуть Ого Это мы с тобой идем точно в безлюдное место? Видишь, очереди Из-за этих людей пришел сюда Каждый из этих людей пришел сюда Своей проблемой Настоящие это проблемы Или надуманные решать не нам Наша задача направить людей в нужные ведомства Но важно не слишком усердствовать Чтобы у граждан не создавалось впечатление Что в министерстве нет других дел Пришел решать проблему А тебя отправляют в ведомство Из этого ведомства в другое ведомство И, так сказать, по ведомствам тебя немножко потаскают Опа! Этот тип такой неуклюжий Постяных что-то роняет Все время забывая, как его зовут Бедный парнишка Можешь помочь, если хочешь Но вообще в этих сценах Помощь ближнему занятия не особо популярны С одной стороны, конечно Человек может тебя благодарить после А с другой Ты его знаешь, что у него на уме Многие здесь не упустят случая Поставить под ножки Воткнуть нож в спину Хотелось бы мне сказать Что я выражаюсь фигурально Но, в общем, как тебе решать? Так, ну я помогу ему, безусловно Да, конечно Давайте пнем Мориса Кто еще не пинал Мориса сегодня? Блин, бедный парня Кофе сегодня на голову Мне уже выливали Острая булавка В сиденье стула была Это же так весело Толкнуть с неуклюжего Тюфяка Мориса И потешиться над ним Как он ползает И собирает бумаги Плюнуть ему в лицо Просто Нет, знаете, что меня пугает? Просто обычно такие люди Вот если Когда их вот так вот унижают Очень долго Вот Он вполне может потом сорваться И он не ножик воткнет в спину Он Возьмет списочек Людей, которые ему плевали Харкали и били в спину Возьмет Какой-нибудь автомат Не знаю Какие тут автоматы В этой империи Да Прийти на работу И просто устроить здесь Кетчупную баню Вот будет один кетчуп На полу На стенах Везде Поэтому Вы зря, ребята Так над ним шутите Давайте поможем Давайте я помогу Очень смешная шутка, молодой человек Ха-ха Я серьезно Я с удовольствием помогу вам все собрать С чего это вдруг? Вы не из нашего мистерства Или новенький? Сегодня мой первый рабочий день Это многое объясняет Интересно, сохраните Вы такое отношение к людям дальше Или станете, как остальные В любом случае Большое спасибо, молодой человек Неуклюжий Моррис Это, конечно, не тот человек Которого приятно или угодно иметь в друзьях Но Будьте уверены Я отблагодарю вас В меру своих скромных сил Не стоит Это-то мелочи Достойный выбор Просто помню, что помочь Всем ты не сможешь Как ни пытайся Поверь мне Я пробовал Иногда лучше выбора Это не вмешиваться вообще Посмотрим Это ты А это я О, я, кстати, оказывается Могу взаимодействовать С разными предметами А я этого не знал Может, я там много чего интересного прошел Блин Ого Блин на себе Система Обалдеть Просто обалдеть О, я могу с ними поговорить Да Ты кто? Что-то я тебя раньше не видела Сирена Марвис Познакомиться Добрый день, меня зовут Эван Я тут новенький Не такой уж новенький, как я погляжу А я Сирена Марвис И вот тебе мой совет новенький Если рассудок и жизнь дорога тебе Держись подальше от торгового автомата Поговорить обо всем Поговорить о семье Две сотки авторитета У меня пока что нету Я так понимаю, это зацепка, что она будет к ней потом вернуться То есть здесь, возможно, будет реально Можно подходить туда, куда тебе хочется А поговорить о торговом министерстве Как вам дается пройти мимо охраны? Министерство это же режимный объект А что, на режимных объектах люди воздухом питаются? Раньше это же целая столовая работала Когда ее из экономии закрыли Народ начал от источнения прямо на рабочем месте вымирать Вот начальство пришлось разрешить торговлю И что, вас никто не останавливает? Ааа, попробовали бы они меня остановить Я вмиг на них управу найду Ого Да влиятельная персона Я тебя умоляю Я тут уборщицей работала И знаешь же, как бывает Обслугу никто не замечает Вот и наслушалась, и насмотрелась всякого Когда столовую закрыли Я быстро прикинула, что к чему И пошла прямо к начальнику А с ним там быстро по сумме договорились А вот начальник службы охраны Никаку не хотел меня пускать Пришлось напомнить ему, что произошло На празднике порядка За пару лет до этого Он сразу я подобрел С тех пор охранники только улыбаются И ручками машут А что произошло? Так, я тебе и сказал Ага, чтобы ты через охрану тоже И пирожки без проверки Начинки я таскать смог И без меня заработки оставил, а? Ладно Готовьте, милочь, молодой человек То есть что, можно будет реально кушать, что ли? Блин, ну ладно О, а вот и зал нашей общей работы Здесь ты проведешь довольно много времени Работая или общаясь с коллегами Понятно Неплохой такой зал Правда, везде камеры Просто камеры, 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 камеры Жесть какая-то О, привет Меня зовут Эван Я давно тут работаю Николас Пейдж Николас Пейдж? Курьер? Торговать Блин, здесь, короче, можно реально со всеми договориться Но это Достаточно дорогие услуги, я бы сказал так О, парень пошел на отдых К нему зайти, похоже, нельзя А вот и рабочие места Вот твое рабочее место Можешь пока осмотреться Как только будешь готов Я выдам тебе первое задание Ну давай, осмотрюсь А, как осмотреться-то? Что, нельзя зайти внутрь? Дружище, зайди внутрь А, или мне просто предлагают немножечко походить Давайте походим А, здесь какой-то лифт Или... Ох, ты ж елки Мадма... Отче, потом... Отчет... Отче... Отче наш Отчет И потом поговорим Эмма Хайзер Эммочка Моя швы... Моя швы... Бам... Как девушка... Ладно, сначала отчеты Я потом с ней поговорю Хорошая женщина Мне сразу понравилось Отчеты, говорит Я могу отчеты эти с вами разделить Так сказать Собрать все, что нужно О! А этот подсматривает за кем-то Марку Леграм Мне с ней никогда разговаривать Мне кажется Эта Эммочка Работала здесь И он подсматривает именно за ней Я бы тоже за ней подсматривался, честно Ого Нужно вопрос, куда я иду Мне аж самому страшно Здрасте А вы кто? Че он пришел? Познакомиться Привет Извините Извините Что тебе надо? До свидания Я так понимаю Это в кабинет какого-то Главного папика Поэтому Свалим отсюда Побыстрому Блин Знаете Эта игра Это другой бихолдер Но это тот же мир Это раз Это цепляет И он все такой же живой Он все такой же живой Проработанный Просто До невозможностей То есть Прям хочется Подойти с каждым Поговорить Каждый уникален Вот Ну Эммочка Это Ох Эммочка Эммочка Просто Я с Эммочкой Потом поговорю Бесспорно Да Так Осмотрелся Я покажу тебе Твое рабочее место Объясню Что тут у нас происходит Ты уже знаешь Чем ты будешь заниматься Пройти краткий Инструктаж Нет Я не знаю Чем буду заниматься Поэтому Расскажи про работу Итак Мы с тобой находимся В зале общей работы Люди в этих кабинках Стреляются Всех посетителей По министерствам В кабинетах Считаю Это первая линия Нашей бюроклической обороны За которую Могут Прорваться Только избранные Это про нас Чувствуешь себя избранным Люди часто думают Что они особенные Но по факту Мы все одинаковые 2,3 метра кожи 206 костей 5 литров крови Если конечно Ты не почетный Донор И хорошо питаешься И Всем рано или поздно Умрем Ну Кроме мудрого вождя Понятное дело Но перед смертью Надо хорошенько Поработать К тебе будут приходить Посетители Тебе нужно Выслушать их обращение Выбрать Подходящий Бланк Министерство И открытый кабинет Нажимаешь Нужные кнопочки В терминале Печатаешь и отдаешь Готовое направление Посетителю Ага Давайте узнаем Про бланки Что за бланки Сейчас у нас в обороте 4 формы бланка Запрос Жалоба Донос И информация Выбор зависит от того Что говорит посетитель Если у тебя возникут сложности С определением Типа обращения В терминале Всегда можно посмотреть Подсказку Ну это понятно Так Министерство На самом деле Ежедневно появляется И упраздняется Столько министерств Что мы не успеваем Обновлять данные В общем реестре Но к счастью Министерство Порядка патриотизма Социальная забота Труда Культуры И спорта Науки Техники И всегда стабильно И никуда не денутся Кабинеты За каждым Министерством Закреплено Несколько кабинетов Справа висит доска С расписанием Работы кабинетов На неделю Понятно Все понятно В принципе Сейчас проверим Сколько теория Отличается от практики Итак Начнем с самого простого Бланков обращения Твое знание На сегодня Обслужить 5 посетителей За выполнение плана Ты будешь получать Очки авторитета Авторитета? Я предпочитаю Работать за деньги Эй Авторитет в нашем министерстве Ценится гораздо больше денег Деньги можно украсть Или найти Авторитет Только заработать Без него можно забыть О повышении О премии Да и о карьерной Карьере вообще Некоторые коллеги Не станут с тобой Даже разговаривать Если у тебя не будет Достаточно веса В министерстве Не Ну это в принципе Я так знаю Так Поговорить все так Наверное про семью Давайте Работа тут напряженная Извините за личный вопрос У вас есть семья? Конечно Жена Два детей Собака Квартира В доме Класса Д Сыкку людей А ты семейный? Да Жена С дочкой Позже приедут У меня жена С дочкой Я даже не знал Так Ладно Особо расспрашивать Не будем Честно говоря Спросись Про выполнение заданий Хочу просто Поработать Садись на свое Рабочее место Получай Набор бланков И начнай обращаться С спасителями И заполнить информацию Постарайся Не подвести меня Хорошо Там парень Что-то получил ранение Хочет подлечиться Пошли Поработаем Все Тут вот Расспросы Про персонажи Про семей Будем разниматься Когда игра выйдет Чтобы не вдаваться Во все эти вещи Так Вот это наверное Стоит прикрыть Чтобы оно не мешало Приветствуем В терминале Патриот Пять бланков За два часа Кабинеты Я так понял Это не кабинеты Номера И Собственно Дни Сегодня у нас Понедельник 7 мая Так Что у нас здесь Сообщение Торговые автоматы Будущая торговля Кому Всем Торговые автоматы Это будущее торговли И навстречу многочисленным просьбам Служащих министерства Закрывает служебные столовые И заменяет их Современными торговыми аппаратами В которых можно привести Широкий ассортимент товаров В первой необходимости Консервы Носки Авторучки Разводные ключи Носовые платки Брошюры О половом воспитании И многое другое Ух Так Должников к ответу На минувшей неделе Очередная партия Вредителей Не оплативших Считай закональные услуги Отправилась Отрабатывать свой долг На шахты государства Когда они проведут от 5 до 20 лет Министерство социальной защиты Предупреждает Оплату коммунальных счетов Священный долг Гражданина перед государством Согласен Ура 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 Так Служба оповещения Вместо пьянки на работу И навстречу многочисленным Просьбам служащих Министерство труда Объявляет об отмене Выходных в министерстве Вместо пьянки И морального разложения Которые стали Настоящим бичом В наше время Служащие смогут приносить Больше пользы Наши великой иронии У нас нет еще и выходных Классно Ух Хорошо Так Ну что Давайте посмотрим Так Пуститель У меня при себе Полный реестр Новорожденных Из нашего района Кабу Где его передать Полный реестр Новорожденных Из нашего региона Это не похоже На донос Хотя хрен его знает Да я Что-то Слушай Тут надо разбираться Полный Так Стоп При себе Полный реестр Новорожденных Из нашего района Кому мне его передать А есть какие-то подсказки Так Подождите Посетитель хочет реализовать Своё право На получение Блага Информации Или иных ресурсов Министерства Это что Это запрос Нет Когда запрос То понятно Что он что-то будет хотеть Жалоба Посетитель указывает Несправедливость Факт нарушения закона Или вообще принятых Норма поведения Нет Ну тут тоже понятно Донос Посетитель указывает На несправедливость Факт нарушения Законов Или вообще принятых Форм поведения С указанием Конкретных Виновных лиц А здесь в общем Да Виновных представителей И себя Сверхотельный образ Понятно Информация Посетитель указывает Необходимое для Министерства Своедения Информации Бумаги Это Это информация Информация Так Выберите Министерство Порядок Социально Скорее всего Забота Потому что там Про новорожденных Сразу Сейчас Отвечает за рабочую Реализацию Граждан Хорошо Отвечает за Организацию Общественных Мероприятий Образование В сфере Культуры Искусства Кинематографии Туризма И спорта Хорошо Министерство Министерства Науки Техники Отвечает за Работу Ну понятно Лабораторий Реализует Послание Мудрого Вождя Я тогда Предполагаю Что это Социальная Забота Полный ресторан Жденных Из нашего района Наверное Выберите Работающий Кабинет Так Так А у нас Сегодня Понедельник Понедельник Седьмое Понедельник А седьмое Число А как Мне выбирать Кабинет Можно Вопрос Я должен Был знать Какие Относятся Кабинеты К каким-то Нет Так Стоп Социальная Забота Я понять Просто не могу Они как-то Еще не по порядку Идут Ты тут Хрен Разберешься Блин Что тут Понедельник Седьмое Число Семь утра Так они Все В понедельник Работают Почти все Здания Во вторник Работают Почти все Кроме 357 В среду Работают Почти все Кроме 357 В четверг Работают Далеко Не все Но в понедельник Работают Почти все То есть Можно Послать его Вообще В любой Давайте Отправляем его В Так что тут у нас Есть из этих 101 Есть Нет 78 Тоже Нет 154 В списке Есть Нет 211 Есть В списке Нет 279 В списке Есть Нет 301 В списке Есть Как в принципе И 357 Отправим В 301 Печать Опа Попал Все И бланк Министерства Кабинет Молодец Умничка Так Добрый день Я недавно Купила Новую тушь Для ресниц Там написано Что она создана Для по уникальной формуле С использованием Оружейной сажи И отработанного Машинного масла И И И Так А в чё В смысле Мать Ты реально Пришла В министерство Чтобы сказать Что ты Просто Купила Тушь Тушь Я недавно Купила Новую тушь Для ресниц И написано Что она создана По уникальной форме С использованием Оружейной сажи И отработанного Машинного масла Так а чё Ты хочешь Я бы хотела Узнать Аааа Тут можно было Да Жаке Узнать Что она хотела Я бы хотел Узнать Как её Теперь Смыть Ага Так Я бы хотела Узнать Как её Теперь Смыть Блин Тут придётся Каждый раз Тебе вспоминать Реализовать Своё право На получение Благ Информации Или иных Ресурсов Министерства Запрос Да Она хочет Получить информацию Это запрос Это запрос А вот дальше Наверное Наука и техника Скорее всего Скорее всего Наука и техника Отвечает за работу Учных центров Лаборатории Из завода Фабрик Фабрик Реализует Послание Мудрого Вождя Приобретение Странной Статуса Ведущей Да Наверное Наука и техника Скорее всего Здесь у нас Кабинет Кабинет У нас Какой Сегодня Из того Что есть 78 Есть 78 Сразу Есть Работать Не работает Печать Попал Четко В цель Забирайте Уксу Красиво Булан Ты посмотри Следующий Здравствуйте Я сделал Что меня просили Что простите Меня недавно Вызывали в полицию Просили рассказать о жене Я все рассказал Все что знаю Честно Я даже не думал Что она Успокойтесь пожалуйста Да Извините В общем Мне рекомендовали Вспомнить С кем это Обратательница Еще могла общаться До ареста Я собрал информацию Вот список Собрал информацию Вот список На конкретного человека То есть Это конкретная жена Получается Да Так Подождите Это что Похоже на донос Посетитель указывает На несправедливость Факт нарушения законов Или общепринятых норм А победение С указанием Конкретных Виновных лиц А нет Тут нет Ни имени Фамилия Простите Так Вызвали в полицию Просили Аскать жене Все рассказал Все что знает Честно Я даже не думал Что она так Мне рекомендовали Вспомнить С кем эта предательница Еще могла Общаться до ареста Я собрал всю информацию Хрен его знает Слушай Тут сложно Принес необходимые Для министерства Среди информацию Бумаги Или хочет выразить благодарность Наверное Тоже информация Просто информация Министерство Наверное Порядка Скорее всего Слушайте Включается За все Что касается Нарушения директив Законов Да Но это Очевидно Что это порядок 301 Комет Уже занят У нас Потому что там уже Человек Сейчас находится Так Из того что У нас здесь есть 101 работает В понедельник Попал Фух Это было сейчас Очень тяжело На самом деле Что я прям Аж подрастерялся Так Я знаю Как поднять Страну с колен Хочу работать Министром Куда подать заявку Блин А что Нет Реально Такие люди Приходят Какого Я знаю Как поднять Страну с колен Хочу работать Министром Куда подать заявку Так Но он хочет Это запрос Хочу работать Министром Что за Министерство труда Отвечает на рабочую Реализацию Граждан Просто Кричу Ору и плачу 154 кабинет Работает В понедельник Работает Иди Попал Отлично Страну с колен Он решил поднять Здравствуйте У меня есть Жалоба На крыководство Нашего завода Почему она не принимает Добровольные дружины По охране порядка Девушек Вольф сказал Девушки и женщины Должны заменить Ушедших на фронт Мужчин А что мы видим Нам не доверяют Мы добились Порядка дома Набьемся его И на улицах Прям лозунги пошли Но это 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 скорее жалоба Потому что здесь Да На учреждение Это жалоба Жалоба так Почему она не принимает Добровольные дружины По охране порядка Девушек Жалоба на труд Получается Да Жалоба Жалоба Давайте Сейчас Подождите Отвечает за рабочую Реализацию граждан Ведомствах Направленных на работу Защита условий труда Да Это жалоба на труд Кабинет 212 работает в понедельник Работает Идите О Отлично Просто попал Все 5 из 5 Умничка Умничка Блин Слушайте Это довольно интересно На самом деле Особенно из таких ситуаций Будет Поначалу Это еще как бы Первый день Дальше будет Наверное посложнее Будет еще и на время Ёлки-палки Чем лучше Ты будешь работать Это больше похоже На Пейпер Сплиц Если честно Отчитаться о выполнении А стоп Потому что у нас будет Меняться работа В зависимости от повышения Я выполнил план Что дальше Отлично Так держать Собственно мне больше нечего Теперь сказать о работе Дальше сам Осваивайся Знакомься с коллегами Разрабатывай Зарабатывай авторитет Работай прилежно 8 часов в день Рано или поздно Ты станешь начальником Будешь работать По 12 часов в день Это ли не прелесть Я учту это Спасибо Джордж Я запишу журнал Что ты прошел Инструктаж В тележке у стола Лежат необходимые документы Возьми их и отнеси Магде Райкович Секретарша начальника Я подожду тебя у статуи Нам есть еще О чем поговорить Слушайте ребят Я предлагаю Пока на этом закончить Первую серию Так сказать Ознакомление с Бетой Бихолдера 2 Это прекрасно Это прекрасно Это реально Другой взгляд На мир Того же Самого Бихолдера С другой стороны Со стороны Министерства То есть теперь Мы сидим На трубке Куда звонит Домоуправленец Чтобы спросить Почему творится Такая жопа И это прям Внутри этого Тоталитарического Тоталитаристического Короче Тоталитаризмы При всякой погоде Пропадали люди У нас во дворах А в этом мирке Вот это вот здание Где работают Сотни тысяч людей Оно как отдельное Государство С своими правилами И Они очень интересны Правда По геймплею Это что-то Крышесносящее Потому что Я так понимаю Здесь Ну такие Патуги Полуоткрытого мира То есть Ее придется выбирать С кем общаться Ты сам волен Там ходить Что-то узнавать Мне кажется Иногда это будет В плюс идти То что ты узнаешь Иногда ты засунешь Свой нос туда Куда не просят Тебе его отрубать Топором Но все это Максимально интересно Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Всем удачки Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok